всех приветствую нашел интересный замок заброшенный к сожалению получилось то что получилось очень получилось не нашла никаких ни знаков никакой информации вокруг походив и получается как бы я незаконно прошел ручья туда на территорию походил пози не поснимал в результате хозяин спустил собак ну собаки добренькие оказались сам прибежал раскричался начал меня выгонять в общем я его понимаю с одной стороны с другой стороны если бы были хотя бы какие-то знаки например там написал бы одно слово приват уже бы хватило а так откуда я знаю кому это принадлежит может быть это государственное просто оградили сеткой от каких-нибудь вандалов чтоб не лазили спросил его говорю что тебе фотографии поделать и разве это помешает как-то наврежу твоему замку в общем он с ним тяжело было разговаривать совершенно просто выгонял и все поискала информацию да действительно это ему замок принадлежит но не телефона ничего я не нашел к сожалению и позвонить попробовать попытаться договориться с ним чтобы снять нормальное видео нормальные фотографии хотя думаю даже если найду телефон и позвоню думаю навряд ли он согласится по его реакции это было как бы заметно что навряд ли такое получится в общем то что снял что успел снять то снял всем приятного просмотра приехали шлезгроз сейчас будем его искать не знаю где он может быть тут вот домик интересный я что-то интересное видео где-то на выходе было ладно сейчас найдем вот такой каменный другой стороны башня похоже здесь люди живут ну чуть ли не в замке скажем так а вон он взглядывает из-под деревьев вижу вижу но по-моему его оградили сейчас мы поищем проход я я подозревал что его могут огородить но вроде он все-таки заканчивается не по моему проход есть сейчас мы по моему туда пройдем вон он выглядывает из-под деревьев интересный такой после пожара когда-то нет слушай здесь он точно полностью огорожены заразы огородили ну ладно сейчас кругами походим посмотрим может где-то найдем лазейку ой интересный ой да там даже окно вижу очень интересная сразу из-под земли торчит это очень интересно я понимаю что он нам нужен туда вход надо же найти вот такие вот башеньки так чей канал смотрел не помню теперь он показывал про тюрьму с подобными башнями так и по моему здесь четыре час мы обойдем посмотрим такой уж маленький в общем то пока мы проходу сюда не нашли сеткой огорожены вот он получается третья башня уже наверное скорее всего следует с той стороны еще одна башня сейчас будем искать проход потому что это не дело самое интересное пройти не можем посмотрите куда окно уходит не можем и пока замок попасть здесь вот рядом дом и окно куда-то вниз уходит каменные каменное здание толщинные стены уже интересно но нам надо вот туда туда мы попасть пока не можем ходим вокруг да около самое интересное что я нашел и попасть не могу туда вижу что там окна под землей значит подвалы есть вопрос 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 как попасть туда походим сейчас поспрашиваем ну тут вокруг конечно этого замка тоже интересные здания окна интересные которые явно как-то глубоко особенно вон те и там дальше еще я сейчас пройду и отсюда видно слишком они как-то очень глубоко большие окна огромные так идем дальше а тут чё за бомбы убежище чудом ну рычный потолок интересно конечно сейчас другой стороны снимем все каменное выглядит вроде сделано как бомбоубежище но в то же время не очень-то похоже все это на бомбоубежище с другой стороны обойду вот эти окна не меньше вызывают вопросов в общем все они как-то слишком низко каменное здание ну да ладно и вот это вот с другой стороны здесь вроде как вот похоже пойдем посмотрим что тут было каменная каменная ведет явно вход был вроде как бы земель и гоголя заброшенное даже освещение было когда-то наверное сделали в качестве погреба еще одна тут вход есть сейчас его покажу но тут как бы такой вал идет и вот еще один ход это 3 наверное последний большая возвышенность вроде как бы насыпано а может быть специально засыпано все каменная все закрыто и как всегда никуда нет входа ну тут у нас есть фонарик сейчас мы туда посведем немножко иди сюда ну да интересно в общем там даже порога нету немножко странно но сооружение каменное очень массивное явно какое-то древнее и что тут было изначально мы навряд ли узнаем ладно пошли дальше ну вот здесь явно вот окна откапывали когда-то вот до сюда сил хватило окна откопали немножко и вот туда дальше откопали немножко там больше откопали здесь еще больше откопано видно будет не будет все заросше вот уже повыше это окно вот здесь сколько больше метра от земли окно здесь буквально там сантиметры 20-30 и туда в ту сторону уходит еще сейчас покажу там еще сильнее вот идет уклон здесь явно как откапывали выглядит еще ниже ну стены точно видно что откопано там совсем низко вот такая высота ходим тут кругами вокруг этого замка понимаешь лазейки нету но хоть со стороны подойти поближе снять пошел дальше вот с другой стороны я прошел ручья к этому замку там сетка заканчивается у самого ручья то есть пройти можно территория довольно большая когда-то здесь рок-концерты проводили конечно понимаю этих людей это все таки деревне представляете в деревне рок-концерты для молодежи конечно это здорово хотя рок-концерт как бы не на мой вкус так скажем это дело другое на вкус и цвет товарищей нет замок интересный что сразу первое наблюдение тут слева дверь была вот она дверь это заложенная довольно как-то немножко странно высоко такое чувство как будто ее в окне врезали и вот к этому окну я подошел посмотрел туда и увидел все как везде это бетон пол бетоном залит и я знаю что видел даже дом где пол был просто из земли потом откапывать естественно нету желания ни времени ни денег на это все это дорого и заливается бетоном и получается бетонный пол я конечно попытался туда посветить темновато там ну бетонный пол просматривается отлично и какая тут оригинальная глубина неизвестно следующий вход я посмотрел конечно там глубина гораздо так скажем поглубже поэтому тут походить бы хорошо посмотреть пофотографировать поснимать думаю очень много интересного можно увидеть но чувство создается что он все-таки под землей этот замок большая его часть либо его так строили но я уже сомневаюсь бойница вроде как бы дело в том что поездив по германии смотрю вот эти все дома кирпичные получается люди рыли такой огромный котлован плюс там рыли под фундамент потом закладывали фундамент строили кирпичные стены затем их закапывали старались так чтобы окна были причем большие чтоб не закопать вроде как бы для света их строили но кирпичная стена на два и более метров потом закапывать в общем все это как-то очень странно не убедительно вообще непонятно это я видел стены более четырех метров и фундамента я ничего пока ни разу не видел может быть когда-нибудь вижу если повезет ну тут я поднялся заглянул туда двери закрыты единственное конечно туда и смысл заходить нету там все обрушена замок конечно очень интересный побольше бы там походить поснимать думаю много интересного можно увидеть узнать не знаю по моему его внутреннего воду по моему он замуровано все специально умышленно сделано что туда не лазили все окна замурованы сейчас еще туда выгляну посмотреть конечно проблематично туда сейчас я войду с этой стороны посмотрю вот эта башня не я подошел тут очень интересно все таки я поймал интересное что-то это представляете на какой высоте сантиметров 15 бойница это чё по ногам стрелять или как тоже забиты изнутри чтоб туда даже не заглянули в общем здесь что-то откололось это наверное во время пожара пожар здесь был когда-то не помню посмотрю если что напишу год когда был пожар тут и с тех пор фотографию находил тут детишки играли то есть он когда-то рабочий был при двери по моему очень довольно оригинальный красивый сейчас попробую туда проскочить как мне туда проскочить на прям так и проскочу напрямую ну вот я во дворике очень интересно здесь куда-то вниз идет сейчас я покажу очень здорово круто ой собак выпустил молодец типа они меня сожрать должны вон такой ход пола или 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 вот эти добрые собачки хотя вот это она хоть и маленькая но если кусать начнет то мало не покажется к сожалению вот в этот подвал я не успел зайти подвал просто потрясающий я вижу глубина довольно приличная вот туда зайти и походить думаю будет все гораздо интереснее но увы туда я не успел попасть вот если бы кто-то мог купить этот замок для исследований ну хотя я сомневаюсь что власти разрешат это делать потому что по своим наблюдениям я вижу что все везде что вниз все закрыто и навряд ли дадут это откапывать и изучать на этом пожалуй все всем пока и и и а и и и и и и и и и Вообще-то лучше просто. 24 часа.